Всем привет! Вы смотрите Систему. В этом выпуске мы подводим итоги недели. Мы сэкономили ваше время и сделали короткую выжимку того, что имело место и имеет значение. Украина день за днем бьет антирекорды по ковиду. Минздрав заявляет, что возможность иметь систему на исходе. Жесткие меры в Киеве могут продлить до 10 мая. Несмотря на локдаун, депутаты собираются на следующей неделе плотно поработать. Ситуация на Донбассе продолжает накаляться. В зону конфликта отправился президент Владимир Зеленский. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко опроверг свою отставку, но ему активно ищут замену. И бывший президент Дональд Трамп призвал отказаться от Кока-Колы и предложил свою альтернативу. Ну а теперь подробнее. Поехали. Тревожная статистика. Первое место в Европе по количеству заболевших и третье по количеству смертей от короны. В Минздраве заявляют, что количество коек с кислородом для пациентов COVID-19 в Украине достигло максимума. Возможности медицинской системы исчерпаны. Количество смертей, который день превышает отметку 400 человек. Призрачная вакцина. 10 миллионов доз американского Пфайзера пообещал президент Зеленский до конца года. Министр здравоохранения Степанов уверен, что первая партия вакцины поступит уже в мае-июне. А глава медзакупок Жумадилов заявил, четкого юридически обязывающего договора нет, а есть соглашение о намерениях. Кроме того, по его словам, на закупку упомянутых 10 миллионов доз потребуется 5 миллиардов гривен, которые не предусмотрены бюджетом. Управленческий паралич. В Киеве не хватает спецпропусков на транспорт. При этом общественный транспорт ходит почти пустой. Цены на такси в первые два дня карантина выросли в несколько раз. Теперь киевские службы такси проверяет антимонопольный комитет. С начала локдауна Киев парализовали гигантские пробки. Зеркало украинского локдауна. Жесткие ограничения в Киеве могут продлить до 10 мая. В красную зону на этой неделе попали также Запорожская и Хмельницкая области. Всего в Украине 11 регионов в красной зоне, 13 в оранжевой и только Херсонская, которую неделю подряд в желтой. В ближайшее время в красную зону могут внести еще пять областей. Ребрендинг не помог. Вакцину AstraZeneca после переименования продолжают запрещать к применению. Европейское агентство по лекарственным препаратам подтвердило связь между применением вакцины и случаями тромбоза у пациентов. Также всплыли данные о подтасовке эффективности вакцины. Вакцину в массы. Прививки от коронавируса делают уже в 155 странах. Такие данные обнародовал Bloomberg. Лидер по количеству прививок Индия – почти 179 миллионов. На втором месте США – 167 миллионов. Китай – и почти 140 миллионов на третьем месте. Средняя скорость прививочной компании чуть больше 16 миллионов доз в день. По прогнозам Еврокомиссара по вопросам вакцинации, население Евросоюза может достичь коллективного иммунитета против коронавируса до середины июля. Брекзит в действии. Британия ослабляет карантин с 12 апреля. Откроются пабы, спортзалы и парикмахерские. Все временем в Италии протестуют рестораторы и продавцы, требуют разрешить им работать. Польша продлевает жесткие ограничения, по крайней мере, до 18 апреля. А в Штатах будут выплачивать под 9 тысяч долларов в помощи семьям, умерших от коронавируса. МВФ тем временем для борьбы с ковидом пообещал списать долги 28 бедным странам. Украины в этом списке нет. Восток – дело тонкое. Паломники смогут принять участие в хаджик, святым местам в Мекке и Медине только после вакцинации, решили власти Саудовской Аравии. А вот во всемирной организации здравоохранения заявили, что введение паспортов вакцинации может оказаться неэффективной стратегией в борьбе с коронавирусом. Более того, эксперты ВОЗ считают, что такие паспорта могут способствовать дискриминации. 8 тысяч для бизнеса. Президент Зеленский подписал закон о выплате компенсации для бизнеса в красной карантинной зоне. Получить 8 тысяч гривен могут предприниматели и наемные сотрудники, которые лишились работы из-за ужесточения карантина. Чтобы получить деньги, нужно зарегистрироваться в приложении ДИЯ. Регистрация начнется с 12 апреля. За границей нам поможет. Глава Нацбанка заявил, что Украина в этом году рассчитывает на два транша от МВФ. При этом когда и сколько – не уточнил. В офисе президента заявили, что договор с кредитором планируют подписать в июле. Появятся ли в нем новые требования – умолчали. Напомним, в сентябре Украине предстоят пиковые выплаты по госдолгу. Школа выживания. Денежные переводы, которые шлют украинцы, продолжают расти. К концу марта сумма выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего денег получили из США, Италии, Израиля, России и Германии, Польша на шестом месте. На 20% выросли денежные потоки, которые отправили из Украины. Вы смотрите «Систему». В ближайшем выпуске «Апрельских трендов» мы подробно расскажем все про деньги, платежки, кредиты, цены на продукты, алкоголь и топливо. Подписывайтесь и следите за публикациями на «Системе». Ищут замену. На должность министра энергетики срочно ищут нового кандидата. Накануне Юрий Витренко проверк информацию о своей отставке. Но по данным источников, он сложит полномочию, как только появится замена. Среди кандидатов называют бывшего депутата БПП Ольгу Белькову, экс-нардепа Олега Семинского и экс-главу газового дивизиона «Нафтогаза» Андрея Фаворова. Локдаун не помеха. Верховная Рада на следующей неделе будет работать в усиленном режиме. Депутаты планируют рассмотреть земельные вопросы, введение уголовной ответственности за неправдивые данные в декларациях, а также новые штрафы за нарушение карантина. Мира не ждать. На экстренном заседании трехсторонней контактной группы сторонам так и не удалось достичь компромисса по соблюдению перемирия. Переговорные группы продолжают обвинять друг друга в отсутствии конструктивного диалога. Беловежский тупик. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе решила в дальнейшем не проводить переговоры в Минске. Причина – вражеская риторика Беларуси в отношении Украины. Одной из новых площадок для переговоров называют Польшу. В конце недели в Киев прибыл глава польского МИДа Збигнев Рау. Недвузначно намекнул. Секретарь Совбеза Российской Федерации Патрушев сообщил, что Россия примет конкретные меры по Донбассу. Патрушев заявил, мы внимательно отслеживаем ситуацию, исходя из ее развития, будут приняты конкретные меры. Ранее США потребовали от России объяснений из-за стягивания войск границы Украины. Что-либо объяснять в Москве отказались. Вы смотрите систему? В самое ближайшее время смотрите спецвыпуск по ситуации на Донбассе. К чему приведет обострение в регионе? Зачем страны устроили игру мышцами? Что нужно прочесть между строк в разговоре Байдена и Зеленского? Сохраняется ли риск начала большой войны? Следите за публикациями и подписывайтесь на систему, чтобы знать больше. Политическая близорукость. Министерство иностранных дел считает нецелесообразным денонсацию Харьковских соглашений, поскольку нарушение их России предоставляет Украине дополнительные аргументы для привлечения к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма. Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о денонсации Харьковских соглашений, а секретарь СНБО пообещал привлечь к ответственности депутатов и чиновников, готовивших этот документ. Наши в городе. Члены украинской делегации в Катаре грубо дорушили правила дипломатического этикета. Несколько человек из окружения президента сидели на переговорах, закинув нога на ногу, демонстрируя подошвы туфель, что считается проявлением неуважения. Позже фотографии были удалены с сайта офиса президента. Шипучка раздора. Дональд Трамп призвал своих сторонников бойкотировать продукцию компании Кока-Кола. Причиной послужило заявление главы компании, в котором он осудил принятые республиканцами изменения в избирательное законодательство штата Джорджия. Бывший президент призвал пить пепси. Далее расскажем о важных событиях одной строкой. Дополненная реальность. Вакцинироваться от коронавируса придется каждый год, предсказывает глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. Сэкономили полмиллиона. В Госуправлении делами обнародовали новую смету на ремонт офиса президента. Отмыть здание обойдется в миллион пятьсот семьдесят тысяч гривен. Первая победа. Украинский стронгмен Василий Веростюк выиграл на довыборах в Верховную Раду. ЦИК признала их состоявшимися. За что боролись? В Украине планируют разработать приложение, позволяющее нардепам голосовать в смартфоне, не находясь при этом в сессионном зале. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Посчитали украинцев. По данным Госстата, в Украине проживает 41,5 миллионов людей. При этом количество умерших вдвое превышает количество рожденных. Троянский конь. В американской организации Atlantic Council предложили Байдену предоставить Украине 100 тяжелых истребителей-бомбардировщиков последней модификации. Правильное питание. Правительство определило нормы питания для школ и детсадов. С 1 сентября детям уменьшат количество сахара и хлеба, увеличат количество мяса, фруктов и молочных продуктов. Разбирайтесь сами. Фейсбук не будет сообщать своим пользователям, чьи данные были похищены на прошлой неделе. В общей сложности хакеры украли персональные данные 533 миллионов людей. Вы смотрите систему. Мы продолжаем следить за развитием событий и анализировать наиболее важные из них. Подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. До встречи. Увидимся.